Бортелло как они начинали над ним подшучивать. Но он не обижался на их шутки. Все же в голове у меня кое-что есть. Вот если бы мне удалось уехать из селения, я бы нашел свое счастье и всем нашим беднякам помог. Смешной ты, Бортелло. Мы грамоте не обучены, а ты даже подписаться не можешь. Я собираюсь со счастья искать чудак. Но поверьте мне, я всем вам помогу. Все село заживет счастливо. Опять ты за свое. Ну, прошу, поверьте мне, помогите мне уехать. Он так упорно просит. Может, поможем? Давайте, давайте, соберем деньги. Может, поедет, разбогатеет, найдет свое счастье. Да, и нам поможет. И вот крестьяне собрали немного денег, дали Бортелло, и он в одно прекрасное утро ушел из села с маленьким узелком за плечами и с большой надеждой в сердце. Шел он, шел, и на третий день пути, поздно вечером, увидел большой город, весь в ярких огнях. Бортелло подошел к дворцу, и пока стражники смеялись, он проскользнул во дворец и увидел короля с королевой. Синьор! Синьор! Кто осмелился нашего короля называть Синьор? Он ведь Ваше Величество! Что это за человек? У него такое смешное лицо! Смотрите! Синьор! Синьор оборвание! Синьор! Удивляюсь, я вам удивляюсь, спасенные синьоры. Вы в первый раз меня видите и сразу же встречаете с насмешками. А вот в моих краях другой обычай. У них другой обычай! Какое интересное! У нас, когда приходит гость, никто не смотрит, рыжие ли у него волосы или чёрные. Да, хорошо он одет или плохо. Его спрашивают, не устал ли он, не голоден ли он. Вы согласны с этим, Ваше Величество? Я согласен. Усадите незнакомца за отдельный стол. Подайте ему самых лучших кушаний. Король, король, мне кажется, это какой-то важный сеньор. И мне так кажется. Вы довольны, сеньор? Вкусно было. Благодарю вас. Очень вкусно, по-королевски. Только в моих краях, когда гость поест и попьёт, его отводят в спальню. Отведите незнакомца в самую великолепную спальню. На следующее утро, когда Бортул одевался, вошёл слуга, низко поклонился и сказал, что наследный принц просит его принять. Вот чудеса! Похоже, я и впрямь стал важной персоной. Войдите, принц! Я вам не помешал? Нет, не помешали. Но рассказывайте, что у вас такое приключилось? Понимаете, у меня всё время болят голова и животные. Да, ноют ноги. Придворные врачи ничего не могут понять. Не могут понять? Так. Возможно, ваше превосходительство прибыло с страны, где медицина лучше развита. И можете дать полезный совет. Ну что ж, в моих краях от этих болезней есть одно хорошее средство. Рано ложиться спать. Да, рано вставать, побольше ходить пешком, а садиться за стол только, когда хорошенько проголодаешься. Да, а вот ещё что. Много ли вы платите денег вашим врачам? Тысячу лир в день, когда я болен. Ну, плохо. Это очень плохо. Лучше платить им две тысячи лир, когда вы здоровы. Вот так. Ну, а как заболеете, забирайте у них часть денег. Вот так. Благодарю вас. Пожалуйста. Попробую делать всё, как вы говорите. Попробуйте. А пока не откажитесь принять за совет вот это. Это? А что это? Кошелёк. Полный денег. О, я благодарен вам. Эх, пойду в столовую выпить кофе с молоком. Ах, и вы тут, ваше съедство, король. Хо-хо. Добрый день. Добрый день, мой друг. Как вам спалось? Отлично. А вам? Очень скверно. А отчего это? Ну, я по секрету открою вам одну тайну. У меня несметные богатства. Много земель, дворцы, драгоценности. Я уже старый, решил разделить наследство поровну между сыном и замужней дочерью. Ну, так и в чём же дело? Так, а вдруг поровну не удастся? И после моей смерти сын и дочь перессорятся? Я этого не хочу, не хочу. Всю ночь думал, как быть, но так ничего и не придумал. Так, а хотите я расскажу, как поступает в таких случаях в моих краях? Конечно, хочу. А, ну, тогда, тогда слушайте, тот, кто оставляет завещание, пишет в нём, мой сын пусть делит наследство на две части, а дочь пусть выберет себе любую из двух частей. Замечательно. Великолепно придумано. Бери за это вот этот кошелёк с золотыми монетами. О, благодарю, ваше величество. Это поистине королевский подарок. Чудесно. Как всё хорошо. Как ты весел, мой дорогой. Что случилось? Этот незнакомец волшебник. Он решил самый трудный вопрос. Волшебник. Волшебник. Надо, надо и мне к нему подойти. И королева подошла к покоям Бортова. Мне хочется спросить у вас совета. Ну, надо. Может быть, вы мне поможете? А, ну, я готов помочь, чем могу. Ну, почему это? Годы проходят, и я всё больше старею. А-а-а. Я тьму денег истратила на пудру, румяна, помаду. А на лице у меня всё равно появились морщины. Ну, да, ну, да. И волосы. Посидеть. Да. А знаете, в моих краях, ваше съездство, старости не стыдятся. Нет. Да, ну, а краситься и пудриться никто даже и не пробовал. А-а-а. Да вы, от этого только некрасивее. Ай, да ещё куда старее, кажется. Я вовсе не хочу казаться старой. Ну, вот. Все деньги, которые я тратила на пудру, румяна и белила, я отдам тебе, чужестранец, за добрый совет. Слава о мудрости Бортова облетела королевство. С утра десятки важных сеньоров приходили к нему просить совета. Бортова не изображала из себя кудесника и мага. Каждый раз он вежливо говорил. В моих краях делают так и так, а уж вы и поступаете, как знаете. Ой, ну, мне порядочно надоело во дворце, а я не привык бездельничать. У меня уже много денег, можно ехать в селение. Бортало вернулся. Бортало! Ну, как? Где был? Что узнал? Друзья мои, вот вам деньги всем-всем я привез. О, теперь вы не будете нуждаться. Ты свое слово сдержала. Конечно. Ты помог бедным, но как тебе там жилось? Ну, как-как. Жил я в королевском дворце. Да, ну и скучися. Ой, надо было долгими часами сидеть в мягком кресле и беседовать с королем и королевой. Ой, все вокруг звали меня ваше превосходительство, ваше превосходительство. И если б я не удрал оттуда вовремя, то, глядишь, я бы, я бы сам поверил, что я важный сеньор. Ну, вот и все. Сказки кончились. Субтитры сделал DimaTorzok